В Москве открыли памятник Калашникову. Он чудовищен, как чудовищные все прочие подарки столицы от придворных скульпторов вроде нынешнего Салавата Щербакова. Помимо Калашникова, он же осчастливил нас и князем Владимиром Владимировичем у Кремля. Я не говорю о том, что памятник Калашникову – это памятник орудия убийства. Не говорю, что Калашников не имеет к Москве вообще никакого отношения. Не говорю даже о том, что позади памятника есть дополняющие его «Земная полусфера» с Георгием Победоносцем, нацелившим свое копье куда-то в район США. Я даже не буду говорить об эстетических разногласиях с Мединским и Собяниным и и же с ними, которые в детстве не наигрались в солдатики и теперь увеличивают их в сотни раз, поставляя по всему городу. Я лучше расскажу одну историю. При Сталине в Москве был построен театр армии. Вы все наверняка знаете это здание у выхода из метро «Достоевская». На его крыше сейчас просто площадка с флагом, выглядящая слегка незаконченной. Дело в том, что там на самом деле должно было быть завершение – статуя красноармейца. И этот самый красноармеец должен был бы охранять другую статую Ленина, увенчивающего собой дворец Советов, так и не построенный монстр на нынешнем месте ХХС, он же бассейн имени Пусси Райт. При Сталине на монструозного красноармейца не хватило средств и времени, а нынешние власти нашли и средства и время, чтобы реализовать свои фрейдийские фантазии и запихнуть в центр города статую вот с таким автоматом. Сергей Семенович, Владимир Ростиславович, может, к психоаналитику пора? Вся эта советская, прясущая железом стилистика, все эти скрипоносные стуканы недолго будут оставаться символами эпохи, уже просто по факту собственного убожества. А пока москвичи получили очередную пощечину общественному вкусу. Дмитрий Гудков Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...